Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Ирижа Александр, и сегодня мы вместе с вами будем отстраивать свой город и сражаться с вражеским в игре под названием Open the Gates. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я, друзья, начну строить наше поселение. И первое, что нужно сделать, это, конечно, поставить маленький дом, чтобы у нас были дополнительные крестьяне. Далее, нам бы очень не помешала бы ферма, на которой мы смогли бы производить продукцию. Ну, например, пшено. Конечно, что может быть вкуснее пшена в средние века? Да ничего, не придумали еще люди ничего вкуснее пшена. Поэтому будут есть пшено. Также нам понадобится лесопилка, где люди будут добывать древесину. Также нам не помешает, пожалуй, каменоломня, которую можно, в принципе, ставить где угодно. Это место подходит в целом, да? Да, давайте. Ну и поставим еще один жилой дом, чтобы людям было где разместиться. Давайте. Да, это простой домик, но потом можно будет поставить дома получше. О войсках я пока не думаю, потому что на нас, наверное, нападать вначале никто не станет. Зачем? Ну хотя, если бы враг напал сейчас, это было бы суперэффективно. Но нет, враг, сиди там у себя дома, ешь пшено свое, и мы будем есть свое пшено. Так, что касается, друзья, да, что такое? Стал доступен новый дом. Для этого нам понадобится немного камня и довольно много древесины. Что ж, давайте увеличим количество работников на каменоломне до максимума, пожалуй. И древесину тоже пускай добывает больше людей. Чем больше ресурсов, тем больше будет у нас людей. Производство... Минус-минус идет, это плохо. Производство пищи тоже идет, но крайне медленно. Давайте поставим средний дом теперь. Где-нибудь тут в тылу позади. И потом увеличим производство пшена. И будем потихоньку переводить нашу экономику на военные рельсы. Чтобы были войска, были лучники, были рыцари. Чтобы они делали все красиво. Конечно, конечно, красиво. О, у нас еще есть... Хм... Костер. Ой, костер, говорю. Колодец. Возможно, он будет нужен для того, чтобы тушить костры. Так, куда бы его воткнуть, я не знаю. В принципе, давайте куда-нибудь сюда. Потому что вначале было предупреждение о том, что в этой миссии могут быть пожары. Да, я прошел первую миссию. Разобрался, как играть. А теперь мы идем вперед. Так, рацион пока нормальный. Давайте количество еды увеличим. У нас есть еще шесть свободных чуваков. Нам бы не помешало построить, друзья, казну, чтобы можно было собирать налоги. Потому что какое Средневековье без поборов крестьян? Конечно, мы должны, должны собирать налоги. В принципе, казну можно поставить где-нибудь и за рекой. А, нет, сделать этого я не могу. Нам нужно... А что, я не могу аванпост тут поставить? Стоп. А как мне тогда выживать? Как мне жить? Ну ладно, давайте поставим казну. Просто обычно аванпост можно было ставить. Наверное, это спорная территория. И мы пока не можем ее заселить. А враг, смотрите, уже что-то придумывает. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Придумывать ничего не надо. У нас бараков еще нет до сих пор. Неужто они нападут на нас? А они на нас нападают? Э, что-то быстро как-то. Я даже толком не успел произвести ничего. Налоги-то собираются, но вот юнитов для сражений у нас пока только один. Давайте его отправим в бой, но о чем он сделает? Ничего. А, нет, враг, похоже, патрулирует просто местность. Я уж испугался, что битва не за горами, потому что... Ну, а можно точку сбора обозначить? Нет, придется каждый раз воинов переводить вручную отсюда. Точку сбора обозначить нельзя. Ладно, два воина у нас есть. Это, конечно, не густо, но пускай постепенно производятся. Может, количество налогов увеличить, чтобы воинов было больше? Вот, кстати, они мелкие. Бегут в бой. Ну, просто если я... Давайте средние налоги поставим, нормальные. И потихоньку будем собирать нашу армию. Уж не знаю. Так, а я не могу пока перейти на ту сторону, а? Где, где, где ванпост? Нет, пока не могу. А я вообще через реку могу... А я через реку не могу перейти даже. А-а-а! Нам мост нужен! Я и не думал, что мосты понадобятся в игре. Теперь можно... Теперь можно что-то построить тут. А если б я знал об этом раньше, я бы знал. А я ведь не знал. А может, я зря построил мост вообще? Так, ладно. Нужно больше жителей. Давайте поставим еще один дом. Тут где-то. Чтобы можно было производить больше бойцов и собирать больше налогов. Черт возьми. Да, это серьезная история, друзья. Так, у нас есть 14 жителей. Пускай войска, в принципе, копятся где-нибудь тут пока. Юниты. Давай, на все деньги. А, деньги быстро закончились. Нам нужно отвоевать жизненное пространство. И попытаться поставить еще здание с лучниками. Стоит оно 250 древесины и 50 камня. В целом, не так дорого. Плюс войска будут производиться прямо на передовой перед врагом. Это здорово. Сторожевую стену поставить или вышку. Не вижу в этом смысла пока. Хранилище с едой. Да нам хватает еды, в принципе. Хранилище нам не нужно. Еды мало, я имею в виду. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. А как увеличить количество хранимого камня, я не знаю. Просто Гренери только еду хранит. И можно увеличивать паек людям, если что. Ладно, не будем пока этого делать. Давайте так. И поставим, наверное, еще производство лучники и арбалетчики. Арбалетчики почему-то стоят дешевле, чем лучники. Интересно почему. Вроде бы они более дорогие должны быть в производстве. Арбалет – оружие достаточно технологичное. Особенно для того времени. Но будем честны, да? Арбалет – это прямо такая. О, пожар! У нас пожар, э! А что, подожди, уберись. А что я не могу потушить? Видимо, нет поблизости колодца. Стой, не то здание. Колодец, колодец. Давай, а как его тушить-то? Люди не хотят тушить здание. Колодец, видимо, слишком далеко стоит. Во, взяла, да, ведро и пошла тушить здание. Молодец. И давай больше туши. Больше туши. Войны, идите на передовую. Давайте, собирайтесь тут. Враг не дремлет. И до атаки остается две минуты. Можно, кстати, смотрите, посадить на здание людей. Но зачем нам это нужно? Так, милитари, давай, юниты. На все деньги и на все ресурсы. И дальше строим дома. Нужен еще один аутпост рядом. Буквально чутка не хватает, смотрите. Ладно, давай построим аутпост. Сколько у нас там бойнов всего? Ну, в принципе, довольно много. Еще одно здание горит. Давайте тушите его. Ну, что это такое? Крестьяне. Плохо работаете. Так, что у нас по ресурсам? Налогов бы хотелось побольше. В остальном всего хватает. Юниты. Нужны жители, давай. Так, и я бы построил где-нибудь тут колодец. На всякий случай, если вдруг что-то будет происходить, колодцы будут поблизости. И еще один дом. Конечно. Так, минута остается. Соберем войска по максимуму. За это время настроим еще лучников. Раз они дороже, значит, они должны быть эффективнее. И налоги заканчиваются. Но отряд, в принципе, у нас довольно серьезно уже сформировался. Тут еще бойцы готовы идти в бой. Че там враг планирует? Блин, мы уже буквально у него... К нему на шею залезли. И прямо на шею у него строимся. На голове сидим. И возводим свои здания. Но я думаю, мы сможем взять штурмом его. Контратакуем. Когда враг потеряет все свои силы, я такой... Опачки! А у меня-то силы еще есть. И пойдем в бой. Да, друзья. Так это и будет происходить. Че? А че я не произвожу ничего? Давай арбалетчиков ради разнообразия какое-то количество сделаем. Почему бы и нет? Еды, кстати, у нас маловато. Нам нужна будет еще одна ферма. Еда идет в минус. Это плохо. Ну ладно. Как только мы победим, они уже атакуют. Они собирают армию. Но мы сейчас разобьем их. А, давайте нападайте. Я готов. У меня большой отряд. Я готов биться с вами, ребятки. У меня посмотрите, какая армия. И тут еще несколько пехотинцев. Ну шо? Вы готовы, а? Я готов. Понеслась? Надо будет вот эту башню сломать. Но у нас больше войска, чем у них, очевидно. Смотрите, тут прямо куча воинов. Лучники начинают первые выстрелы делать. И тут рыцари вылетают в кучу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, лучники должны стрелять дальше, чем арбалетчики. По идее, да ведь? Ну, арбалетчики должны быть мощнее. Так, ладно. Давайте пробиваться к врагу. А враг тоже умеет стрелять, слушай. Ну, нам нужна эта территория. Ломаем вышку. Давай. Они сейчас свалятся просто оттуда. Хорошо, разлетелись, а? Красавцы. Так, нам нужно бараки с нами. О-па-па-па-па-па-па. Погоди. Погоди, погоди, погоди. К такому жизнь меня не готовила. Может быть, не стоило нападать на противника? Но у меня еды нет. По-любому нужно драться. Сможем мы этот отряд перебить? Давай, поехали. Да деритесь. Чего они не дерутся-то? Деритесь. У нас проблемы с едой. Мы не сможем нанимать новых бойцов. Почему мои арбалетчики пошли в бой? В ближние лучники. Я не понял. Ну ладно, они приняли удар на себя. Нет, мы мощнее, чем враг. Нас было больше, видимо. Ну все, это территория наша. Пускай наши бойцы дерутся. Я пока буду производить еду. Подожди, это не то. Вот ферма. Ломаем бараке. Все. У нас сейчас будет еда. А значит, будут войска. Жизненное пространство отвоевано. Но это, конечно, был всего лишь передовой. Можно сказать, городок. Аванпост противника. Поэтому стоит готовиться к более серьезным вещам. Так, нужны больше крестьян, работающих на ферме, во-первых. Во-вторых, нам понадобятся средние дома. Давайте поставим штуки сразу три. Пускай у нас будет много крестьян. Колодцы. Чтобы тушить в случае чего ситуацию. Тушить пожары, конечно. И что там у нас у врага? О-о-о. А поселок-то довольно большой. А что, опять минус еды? Что-то, по-моему, мы перестарались, да? С жителями. Ладно, давай еще одну ферму воткнем тогда. О, пошел. Рост. То минус, то плюс. Так или иначе. Сейчас еды будет много. Будем нанимать войска. Будем нанимать войска перед решающей атакой. Все, еды реально дофига. И налогов, опять же, много. Давайте. Юниты. Я не знаю. Лучников. Целую кучу. Но еда заканчивается. Но она быстро появляется. Так что до следующей атаки 4 минуты. Они думают, что я боюсь. 4 минуты, друзья. Я за 4 минуты смогу целую... Орду создать, на самом-то деле, из лучников. Хочу сделать упор на лучников в этот раз. Пока враг бежит, мы его перебиваем лучниками. Ну, давайте, в принципе, еще парочку рыцарей воткнем. Пускай будут. Но больше как раз лучников. И они успеют дойти до передовой, пока мы тут... Берет. Че это ты делаешь? Обстреливает нас. Нифига себе. Но луки не так много урона наносят. Да, можно атаковать издалека. Смотрите, враг выдвинул передовой отряд. Готов встречать нас. Но понеслась. Наш-то отряд все равно боль... А, испугался. Я знал. Обстреливаем вышку тогда. О, огненные стрелы. У нас тоже. Это огненные стрелы, оказывается. Черт. А вещь довольно эффективная. Много наших пехотинцев пали от этого. Но отступающего врага можно расстрелять и порубить в спины. Это здорово. Давайте, раз мы уж тут, поломаем им пару зданий. Вперед. Взрывные болты. Ну да, они, правда, немножко взрываются. Огненные стрелы пошли. Хорошо. Да, мы перебили врага. У него не было шансов. У нас слишком много воинов. Слишком много ресурсов. Все было сделано круто. Ну и теперь стрельбище. Их можно тоже разломать, разбить, поджечь. Крестьяне бедные бегают. Но ни одного воина не осталось. На лучников я, наверное, буду больше пехотой играть. Лучники не такие уж и эффективные. Слишком мало урона. В отличие от рыцарей, которые подходят и просто жестко-жёстко рубят. Все, это победа, друзья. Уровень пройден. Это было несложно. Если бы я еще с мостом вначале не протупил, вообще было бы лучше. Была бы дополнительная территория. Дальше идем. Open the gates. Да, я так и сказал. Открывайте с ворота. Ворота свои, да, открывайте. Открывайте ворота. Следующая миссия сразу же. Почему бы и нет? Итак, что мы имеем? В принципе, у нас... Опа. Есть новое здание. Для осадных орудий штука. Будем производить осадные орудия. И в чем плюс? Практически вся инфраструктура начальная у нас есть. Давайте увеличим количество работников на ферме. А что у врага вообще по силам, а? Каким отрядом он пойдет в бой? Пока непонятно. Я не вижу вражеского передового отряда. То есть, тут да, есть лучники, но... Чем они будут нападать на нас? Ну и давайте проверенных все-таки рыцарей сделаем какое-то количество. Рыцари нам тоже не помешают. Хотя бы несколько. Слышу, как звенят колокола. Но никого нет. Можно прямо реально попытаться вырваться вперед. Почему бы и нет? Еще рыцари. Но лучше этого не делать. Лучше выждать. Во! Они идут буквально, смотрите, вот бегут с лестницами даже. Они будут осаждать наш замок с лестницами. Занятно. Нужны рыцари. Мы тоже можем строить чуваков с лестницами, но пока нам это не нужно. Мы как бы обороняющаяся сторона. По идее, еды хватает. Таун, давайте... О, костры же. Могут быть, да? Давайте поставим парочку колодцев. Так. Вы уж об этом и говорил. Нужны колодцы. Так. Но я все равно переживаю, друзья. Я переживаю. А закончились крестьяне. Но колодец сейчас будет... Все горит. Друзья, что за фигня? Крестьяне! Какие-то вы хреновые крестьяне. Чего, блин, это? Еще один колодец дополнительно. Давайте тушите здание. У нас вся деревня горит. Ешки-матрешки. Че, у нас крестьян дополнительных нет? Давай еще одно здание поставим. А тут ушить некому. А вон бежит чел с ведром за тысячу километров. Враг уже у ворот. А у нас тут все горит. И не хватает лучников. Строим лучников. Пошли обстреливать врага. Ну че, давайте драться как-то. Пытаться. О, нашу пехоту не перебили. Слушай, а пехота-то справилась. Чуваки с киснями, они крутые. Да, они сломали парочку конструкций. Но в целом... Мы вынесли эту атаку. А где осадные орудия? Я не знаю. Катапульты какие-нибудь или что-то в этом духе. Неужели нам позволят строить только лестницы осадные? Это че-то как-то не очень. Чел похож на барана. Я, честно говоря, даже не слушаю, что они там болтают, друзья. Вы можете следить за этим, но я не знаю. Какая-то фигня. Осадные орудия. Где они? Милитари. Че, в бой пошли? Я не знаю, получится сломать эту стену или нет. Нашими силами. Без лестниц. Я не знаю пока для чего нужны лестницы. Если здания и так, в принципе, могут ломаться. Давайте сразу. Огненные стрелы пошли в бой. Смэш. Ну, башня вражеская горит, во всяком случае. Постепенно хп у нее теряется. Да, теряется хп очень медленно, но теряется. В принципе, мы прорвемся все равно. Не без потери, но... Зато мы освободим место для жизни. А в это время копятся ресурсы вовсю. Черт, это крепкие постройки. Похоже, благодаря лестницам на такие башни можно будет залазить. А это прям вообще хорошо. Так, ну че вы тут стоите? В бой, в бой, в бой, в бой, жители мои. Хорошо. Все, эта территория теперь принадлежит нам. Ничего не знаю. Вот так. И ферму, конечно. Давай, индустрия. Ферма. И еще одно здание. Все, все, была ваша земля, стала наша. Еды маловато. Ну, не зря мы ферму дополнительную ставим. Так что с едой проблема сейчас будет решена быстро. Ну и постепенно производим юнитов тогда. Давайте побольше вот этих смейсами сделаем, чуваков. В еду все упирается, естественно. Опять. Денег хватает, а вот с едой проблемки. Но она быстро, смотрите, копится. Благодаря второй ферме. Достаточно быстро. Чуваки с мейсами производятся. Сделаем их еще больше. Обычные рыцари тоже не повередят нам. Что враг тем временем готовит для нас? Да ничего серьезного. Давайте парочку чуваков с лестницами построим. Чисто чтобы посмотреть, как это работает. Я уж не знаю. Мы же будем штурмовать врага, это очевидно. Не знаю, правда, когда, но когда-то будем. Я сейчас психану, поставлю еще одну ферму. Слушай, нам не хватает еды. Давай еще одну ферму. И еще несколько домов. Нужен аутпост, не проблема. Сейчас он достроится очень быстро. Так. На все ресурсы чисто производим войска. Давай, давай, стройся. Больше еды. На обычные дома ресурсов более чем хватает. Давай. Давай. И костры. Костры. Точнее, колодцы. Костры. Ну да, костры могут быть, поэтому колодцы нужны. Так, юниты. Все, по еде у нас прямо вообще все хорошо. Главное, чтобы налоги вовремя платили. И вообще все будет отлично. Войска копятся. Давайте переведем наш отряд вперед немного. Полторы минуты. Слушай, а время пролетело довольно быстро. Я думал, мы больше успеем сделать за это время. Хотя. Да не, как-то мало. Мало у нас бойцов. Давайте все-таки выведем их на передовую. Я уж не знаю, какой там отряд у врага будет. Но бойцов у нас маловато. Чуваки с лестницами тоже пускай готовятся. Но сражаться прямо под стенами противника замка, это было бы глупое решение. Прямо очень глупое. Ну а нам все еще не хватает людей. Нам бы более крутые здания начать строить. Которые вмещают больше поселенцев. Тогда была бы польза реально. Юниты. Давай лучники. Пехотинцы. Ну еда опять. Ну давай строить по возможности. Как только еда появляется, сразу строим войска. А что остается делать? Ну посмотрите, друзья. По-моему отряд впечатляющий. Нет разве? Таким отрядом можно прямо целые страны брать, небось. И я почему-то совсем не играю от защиты. То есть вообще не строю защитные сооружения. Исключительно только атакующие отряды. Атакующие войска. И в принципе я думаю того, что у нас есть, достаточно, чтобы врага разбить просто. В сухую. Если они будут нападать вот этим отрядом, то бояться нечего. Не, у нас ар... Ооо, слушай, а бояться-то есть чего. А бояться-то есть чего. Милитари нам бы... А я не могу здесь поставить эту... Башню. А тут успею поставить, чтобы защититься за ней. Это жестко. А чё башня такая маленькая? А, её нужно из нескольких частей строить. Офигеть. И требуется 750 камня. Но у нас очень много лучников, знаете ли, друзья. Тут ещё отряд подошёл. Пока башню будут ломать, мы будем неплохо так врага обстреливать. А я всё думал, для чего камень нужен? Они готовы. У них много чуваков с мейсами. Я не ожидал такого... натиска от них. Начинаем вести огонь. Смотрите, отстреливаем их. Лестницы пошли в бой первыми. Чуваков с лестниц... Они построили лестницы, э! Вот как это работает. Ладно, раз лестницы уже стоят, в принципе, чё это? Чё на... А не, мы разбиваем их жёстко причём. Ха-ха, я думал, страшно будет, а на самом деле нет. Враги редеют. Их ряды тоже редеют. Юниты дополнительные. Много рыцарей. Много-много рыцарей. Всё, в бой, друзья. Контр-атака. Хотя, как бы, тут уже дело такое. Строить, ставить лестницы. В бой! Так, 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 так. Лестницы, лестницы, поставить бы лестницы. Лестницы чё-то не особо ставятся. Чё-то лестницы не особо-то и ставятся. Ну ладно, враг больше хотя бы не может эту башню занимать. Тут лестницы даже не понадобились. Поставили они одну лестницу, а больше ставить не хотели. Хотя, лестницы, видно, ещё есть. Но почему-то наши бойцы ими не пользуются Удивление для меня на самом деле Ну всё Они не успеют накопить за 5 минут себе войска Потому что, ну, их негде будет строить на самом-то деле Ещё одно здание Мы как катком пройдёмся по ним Уже тут не остановить просто Ну как они? Как они собираются это делать? Мне даже интересно Чардж пока не перезагружен Не перезаряжен, давай Осадные здания Короче, враг умеет пользоваться лестницами, а я нет И это проблемка Как жить в этой ситуации, не знаю Ну шо это за щенки, можно сказать, в бой Надо было чуваков больше с мейсами ставить Они прям очень сильные, благодаря своим скиллам Очень сильные И ещё один отряд вражеский, слушай Чардж сделали Ну у нас рыцари заканчиваются Прям довольно сильно Все закоцанные наверняка Ну всё Врагу больше нечего предложить Нам Всё разорено Ресурсов у него стопудово нет Войска у него Отсутствует просто как данность Как класс И поэтому мы можем полностью царствовать на этих землях 47 лучников Слушайте, это вообще круто Для штурма зданий Я думаю, это самое оно Чтобы можно было издалека врага обстреливать Арбалетчиков у нас сколько? Два Вроде бы я их и строил Но всего лишь два Последний аутпост И последнее здание И на этом, друзья Мы с вами, пожалуй, пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч Удачи, пока Берегите себя И счастья вам Пока